МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огненные выходные. Сразу два крупных пожара произошли в Березниках. Боевик по-березняковски, водитель кроссовера, скрываясь от дорожных полицейских, устроил в городе погоню за собой. Радость ручной работы. В центре занятости населения проходит традиционная выставка кукол. Главные новости, о которых говорят сегодня в Крае. С 8 по 10 апреля в регионе выявлено около 8 тысяч нарушений правил дорожного движения. Сити-менеджер Перми предлагает давать школам имена. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ, в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Огненные выходные. Сразу два крупных пожара произошли в Березниках. Сгорели квартиры и дачный дом. Огромные клубы дыма в небе заставили многих березняковцев волноваться, особенно сегодня ночью. Репортаж Екатерины Федоровой. Все охвачено огнем. Горит дачный дом в 24-м саду. Это буквально 7 минут езды от города. Языки пламени не подпускают. Пожарных слишком близко. Людей в эпицентре нет. Но есть вероятность взрыва, потому что для всех спорный вопрос. Есть ли в доме газовый баллон? Поэтому огнеборцы действуют быстро и аккуратно. Возле горящего строения собрались люди, чьи дачные участки находятся рядом. Поначалу дым никто не замечал. Я шел, ничего еще не было дыма. Только вот сюда вышел на улицу, смотрю, дым из-под крыши. И все, и, собственно, ничего тут такого, понятия не имею. Вы вызвали пожарных? Да нет, вызвали девчонки пожарные. Через несколько минут на срочный вызов подъехали спасатели и стали вскрывать гараж. Ко всеобщему удивлению, там оказалась иномарка, которая особо не пострадала. Зато в доме сгорело все, почти дотла. По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Странно, конечно, но в этом дачном домике с утра никого не было. А до хозяев во время пожара не удалось дозвониться. А сегодня в 3 часа ночи здесь, на свободе 24, тоже произошел серьезный пожар. Огнеборцы предварительной причиной также назвали неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. Вся квартира в аварийном заброшенном доме в огне. На месте работают два пожарных расчета. Судя по всему, полыхает здесь уже давно. Боевая машина с трудом справляется и спустя только несколько минут дает воду огнеборцам. Минуты потеряны, огонь перебрался уже в другую комнату. Спустя время пожар потушили. К счастью, обошлось без жертв. Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Как, если дом аварийный и людей здесь быть не должно? Как мы видим, вход в подъезд абсолютно свободный. А это значит, что пройти в опасный дом может каждый. Эти дома находятся на балансе администрации и отвечают за них чиновники, которые заключили контракт с охранным предприятием, чтобы те, в свою очередь, ограничили доступ в аварийные дома. И если условия контракта не соблюдаются, значит, у кого-то скоро будет штраф. Екатерина Федорова, Александр Зибзеев, Степан Некрасов. Новости на Тенте. И не обошлось в прошедшие выходные без дорожных ЧП. В районе моста на улице Парижская коммуна водитель кроссовера Киа Спортидж, скрываясь от дорожных полицейских, снес столб на пешеходной дорожке. Суббота – обеденное время. На улице полно людей. Сотрудники ДПС преследуют кроссовер. В районе дома номер 30, что на Парижской коммуне, водитель не справляется с управлением и врезается в столб, который находится на пешеходной дорожке. В результате ДТП перед автомобилем превратился в груду металлолома. Восстанавливать такую машину не имеет смысла. Но самое главное – несказанно повезло, что в момент аварии на тротуаре не было пешеходов. В машине серьезных травм, угрожающих жизни, никто не получил. У водителя черепно-мозговая травма и ссадины. У пассажира – девушки, перелом плеча и черепно-мозговая травма. Что интересно, очевидцы утверждают, водитель был пьян, но полицейские эту информацию не подтверждают, как, впрочем, и не отрицают. А лишь ссылаются на то, что в данный момент проходит проверка. Миссия выполнима. Взломать дверь в магазин за пару секунд и украсть товар на 150 тысяч рублей. Злоумышленники засветились на уличных камерах видеонаблюдения. Теперь их разыскивает полиция. Около трех часов ночи двое неизвестных целенаправленно пошли в магазин, чтобы украсть дорогостоящие сотовые телефоны. На камерах видно, что молодые люди остановились у подъезда в доме около торгового центра и несколько минут оценивали ситуацию. Потом все же решились и за считанные секунды взломали дверь. Что странно, сигнализация сработала, но охранники приехали слишком поздно. За это время, а именно за 55 секунд, мобильные воришки украли из магазина почти 30 телефонов, еще и с документами. Тем, кто обладает какой-либо информацией, или кто-то из ваших знакомых неожиданно стал продавать новые телефоны, обращайтесь в полицию по номеру 26-51-75. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Бизнесу в помощь. Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города информирует руководителей организаций и предприятий, где можно получить разъяснение по соблюдению требований трудового законодательства. За правовой поддержкой по соблюдению требований трудового законодательства можно обратиться в прокуратуру города по адресу улицы Пятилетки, 37, кабинеты 27 и 34, либо по телефону 26 39 71, старший помощник прокурора Марина Конахова, 26 26 60, помощник прокурора Екатерина Поткина. Разъяснение по этим вопросам также можно получить в Государственной инспекции труда в Пермском крае по адресу город Березники, улица Юбилейная, 35 или по телефону 23 57 05. Государственный инспектор Светлана Владимировна Кузнецова. Тем временем Министерство социального развития Пермского края при информационной поддержке регионального отделения Союза пенсионеров России Государственной краевой библиотеки имени Горького с 18 апреля по 25 мая проводит региональный этап шестого всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях регионального этапа чемпионата смогут принять участие мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше. Это будут личные соревнования, предусматривающие выполнение заданий в четырех турах в номинации «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь». Они включают два этапа – заочный и очный. Победители регионального этапа чемпионата в вышеназванных номинациях определяются по суммарному количеству баллов за выполнение в четырех турах. Лучшие из лучших поедут в Новосибирск для участия в федеральном этапе шестого всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Приглашаются березняковские и усольские пенсионеры принять участие в чемпионате, обращаться в Минсоцразвитие по Березняковскому городскому округу по адресу город Березняки, улица Пятилетки, 46. Положение о региональном этапе компьютерного многоборья размещено на официальном сайте Министерства социального развития Пермского края. Продолжу выпуск. Фестиваль молодости и свободы. В Березняках прошла студенческая весна. Творческий конкурс собрал талантливую молодежь из среднеспециальных учебных заведений Березняков и Соликамска. Самые яркие моменты концерта в сюжете Евгении Кокшаровой. Коска моя, я по тебе скучаю, я тебя из-за не получаю. Вот такой зажигательный Березняки запомнят студенческую весну 2016. В первой части концерта березняковскую публику радовали наши соседи, студенты из Соликамска. Складывается ощущение, что в соляной столице живут сплошь и рядом талантливые ребята. Вот будущий автомеханик Искандер мастерски отплясывает настоящую лесгинку. Я танцую, чувствую радость, очень такое счастье в душе, что я веселю народ, можно сказать. Это мой национальный танец, и он мне приносит очень много счастья. А эти парни из Автодора решили, что юмор – это как раз то, что доктор прописал, и зрители оказались в кабинете у стоматолога. Сыграть роль зубов, наверное, не каждый сможет. Акт второй. Кривые зубы. На приеме у ортодонта. Мы постоянно каждый год, когда выступаем, мы придумываем оригинальный жанр. То пантомимы, то какие-нибудь сценки, и в этот раз решили – вот зубы. У них сейчас тот самый возраст, когда они как губка все впитывают в себя. И чем больше информации для них, чем больше коллективов они будут посещать, тем богаче будет внутренний мир любого молодого человека. Он будет занят прежде всего творчеством, а не, извините меня, какими-нибудь там нехорошими поступками. Ребята на Студ Весне настолько креативные, что репетируют даже в Антракте. И зрители активно их поддерживают. Здесь интересно каждую минуту. Ну вот, Антракт закончился, и на сцену наконец-то вышли березняковцы. Березняковские ребята составили серьезную конкуренцию с оликамским студентом. У наших ведь и вокальные данные, и танцуют они не хуже, и даже дефилируют, словно по подиуму. Между прочим, техникум профессиональных технологий представил собственную коллекцию модной одежды. И даже трудности не помеха. Например, у будущего закройщика Ольги Черемохиной не работал микрофон. Но это не помешало доказать ей, что она умеет не только шить, но и петь. Я нажимала, он не включался просто, вот все. Что, как чувства были у тебя? Нормально, я просто пела. Выступила более-менее хорошо. Даже нравится. Жюри отметила, что березняковские и соликамские артисты выступили очень достойно. И теперь победители зонального этапа студенческой весны отправятся защищать честь наших городов в краевую столицу. А на пару часов вновь почувствовали себя студентами. Евгения Кокшарова и Степан Некрасов. Новости на ТНТ. В продолжение студенческой темы. В минувшие выходные в Ростове-на-Дону вручали престижную телевизионную награду студенческой ТЭФИ. В гонке за желанной статуэткой участвовала и наша коллега. Екатерина Федорова учится в Пермском вузе на факультете журналистики и параллельно работает в нашей компании. Среди конкурсных работ студентов-журналистов и операторов со всей страны действительно сильных работ был и сюжет Кати. Материал расследования про мошенников, которые вынуждают покупать горожан якобы уникальные фильтры для воды, мы показывали летом прошлого года. Эта работа была заявлена в номинации «Лучший информационный сюжет». Это, собственно, была речь победителя. Катя Федорова, единственный финалист из Пермского края, одержала победу. Увесистую статуэтку ТЭФИ журналистка привезла домой в копилку наград нашей компании. Установила скрытые камеры, записала. У меня также был оператор, потом зашел. Мы разобрались в этой теме и выяснилось, что в городе у нас вода хорошая, никому не нужны эти фильтры. Действительно серьезная награда 19-летней журналистке, у которой большой потенциал и огромное желание развивать телевизионное мастерство. Весь коллектив телекомпании ТНТ «Березники» поздравляет Катюшу и желает профессионального роста. И еще о победах, только уже о спортивных. Краевые соревнования по киоку, шинкай, карате состоялись в Березниках. Спортивный зал 8-й школы встретил более 150 мальчишек и девчонок. Сергей Калиник продолжит. Кирилл Югин один из участников соревнований. Парень сильно удивился, когда его поставили не в свою категорию. Его вес 44 килограмма, а участников с подобным весом не нашлось. Кирилла нисколько не смутило преимущество соперника. Он вышел на татами и одержал уверенную победу. Было тяжело, но я справился как бы. Но соперник оказался немного тяжелее мне, поскольку я вешаю очень мало, не попадаю в свою категорию. Екатерина Ильясова, на ней зеленый пояс. В свои 15 лет побывала не на одном десятке соревнований. В Катиной копилке 14 медалей, а занимается на киоку, шинкай карате с 6 лет. Но эта поездка в наш город не принесла результатов. Спортсменка проиграла бой. Нужно еще больше работать над собой, стараться быть активнее, нужно не пропускать тренировки, верить в себя и не суетиться во время боя. Самое, пожалуй, сложное – это настроить себя перед боем, откинуть лишние мысли и показать свою подготовку, наработанную временем. В первую очередь спортсмен доказывает самому себе, на что он способен. Спортсмен, выходя на дотаме, как и любой нормальный человек, всегда имеет страх. И здесь самое главное – уметь себя преодолеть и выходя на дотаме, не забыть о страхе, сражаться самоотверженно. И, в принципе, мысли-то они, наверное, будут только мешать. Тут все больше происходит на уровне автоматических действий и инстинктов. Подобные соревнования краевого уровня по кио-кушинкай карате не проводились в Березняках на протяжении нескольких лет. Раскрою секрет. Организаторы переживали, что и это мероприятие сорвется, потому как найти спортзал было не так-то и просто. Представители школы самбо и дзюдо, а также спортивной школы темп в зале отказали. А вот восьмая школа пошла навстречу. Искренне рады, что соревнования все же состоялись. Сергей Коленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Тем временем в Березняковском центре занятости населения проходит традиционная выставка кукол, сделанных руками ветеранов и пенсионеров. На кукольном вернисаже представлено порядка 150 эксклюзивных экспонатов из ткани, пластика и даже теста. Когда игра в куклы перестает быть детской забавой, в сюжете Дмитрия Сидельцева. Какая тонкая работа, какие она делает ножки. Вот посмотрите. Вот это такое искусство, я считаю, что это такой труд. На этом кукольном вернисаже поражает все. От креативности идей до разнообразия материалов и техник изготовления поделок. Связанные крючком фигурки соседствуют с реалистичными куклами из полимерной глины. Композиции, вылепленные из соленого теста, стоят в одном ряду с тряпичными. А эти персонажи как будто вышли из кукольного мультфильма. Это все вот у нас просто сейчас пока внучка живет, она без мультиков не может. Вот поэтому все вот эти персонажи мультяшные. Это вот вышло на пенсию, делать стало нечего. И у меня уже три коробки вот всех-всех поделок каждый год. Вот два раза в год, вернее, мы участвуем вот в этих всяких выставках. И чего только нет, и из перьев, и картины из проволоки. В создании выставки приняли участие более 60 пенсионеров и ветеранов. Многие из этих кукол сделаны ими не только для внучек, но и вместе с ними. Обучая детей рукоделию, мастерицы в возрасте еще и передают им старые традиции. Например, искусство изготовления оберегов. Вот эта кукла, кормилица, она была в каждом доме, у каждой узкой кормящей женщины. Раньше молоком кормили материнским очень долго, до трех лет. И поэтому в доме должна была быть кормилица, которая сохраняла материнское молоко. За время работы выставки ее успели посетить более 500 березняковцев. А последний день вернисажа организаторы отметили оригинальным творческим аккордом. Дамы серебряного возраста превратились в моделей, демонстрирующих историю эволюции женской шляпки. Это очень активные, это очень энергичные, это очень молодые душой люди. И это радостно, потому что возраст у многих, если посмотреть, не под 70, за 70. А в очередной раз убедились в том, что возраст для творческой души не помеха. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Малыши так любят дни рождения, ведь это самый искренний и волшебный праздник. А когда день рождения не одного человека, а целого детского сада, праздник превращается в настоящую сказку. Детскому саду номер 44 исполнилось 20 лет. Наша съемочная группа посетила по-детски веселое и непринужденное мероприятие. Очень весело сегодня, громко музыка играет. Пока, пушка, детский садик, юбилей свой отмечают. Все гости веселого праздника попали на съемочную площадку фильма про любимый детский сад «Ручеек». Конечно, режиссер и оператор – это воспитатели, да и камера, в отличие от нашей, картонная. Первый кадр, пожалуйста. 20 лет по дорожке сжигает наши ножки. Дубль один с целью открытия детского сада. Кадр первый, дубль первый. В 1996 году появился на свет садик. Тогда он был совсем малыш, а сегодня, спустя 20 лет, юбиляра поздравляют и воспитатели, которые вложили души в родной детский сад, и уже подросшие воспитанники. ПЕСНЯ Эмоциональные подарки от малышей пришлись по вкусу всем гостям. Танцы морячков, детские звонкие голосочки, песни и стихи, и даже волшебные звуки скрипки. Но больше всего зрителей удивила гимнастка. Затаив дыхание, весь зал ловил каждое движение гибкой девушки. По-семейному уютный праздник не ограничивается только концертом. 20 лет – не шутки, а серьезный возраст. К этому празднику мы готовились долго. Ребятки, у нас был конкурс, мы провели конкурс щицов, выявили самую лучшую спортивную семью. Был конкурс подделок, все родители принимали в этом участие. Каждая группа выпустила визитные карточки своей группы. И, конечно, какой день рождения без вкуснейшего торта, сделанного с любовью своими руками. А на теплом празднике побывали Александр Зеленин, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Вы смотрели главные новости города, далее вас ждет прогноз погоды. А я прощаюсь, с вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин